Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Очень часто ругаюсь с мамой, я ощущаю за это чувство вины. Инициатором конфликтов обычно становится она. Буквально недавно случилась такая ситуация, она зашла ко мне в комнату и решила накраситься моей косметикой. До этого она вообще не красилась. Я удивилась, но понятное дело согласилась. При этом я дала ей тушь, которой не пользовалась. Но она захотела мою, я отказала по причине гигиены. Прежде всего она ужасно обиделась на меня, она стала алькаисткой и сказала, что я виновата в том, что отбила у нее всякое желание краситься. Хотя ничего такого не было. Это не единственный случай, когда она на меня обещается из-за похожего пустяка. После этого я начала замечать себе в себе повышенную истеричность. Чаще начала плакать и все время черпу вину. Не знаю, что делать, может я правда не права. Ну, может быть вы правы, может быть вы неправы. Честно говоря, мне, как психологу, это не очень интересно. Мне не очень интересно, кто в этой ситуации прав, а кто в этой ситуации виноват. Потому что я не судья. Правых и виноват я не ищу. Есть ситуация конфликта с вашей мамой. Да? Есть ситуация вашего конфликта с вашей мамой. Здесь имеет место быть психологическая игра, скандал и какой-то плохой. Вот. То есть, посыдь нам с вами играют в эту игру, которая вот называется Попался, сукин-си. Попался негодяй. Когда человек ищет какой-то предлог, вот, ищет какую-то причину и, соответственно, находит ее и начинает как бы выплескивать свой негатив. Вот. Проблематика заключается в следующем. Что вы не выстроили свои личные границы с мамой. Это первое. И второе, то, что вы никак не обращаетесь со своими чувствами. Вот. Ну, то есть, вот ваши чувства, ваши чувства, они остаются невыраженными. О чем я говорю? Ну, вот. Если так конкретно. Значит, вы пишете следующее. Мама заходит, говорит, этого. А я удивилась. Ага, ну, на ее просьбу. Но согласилась. здесь вы сделали очень важную вещь. Вы не вырезали маму свое удивление. Вот. Не высказали вы ей. Никак не проявили, что вы удивлены. что вы удивлены, но ничего не сделали, ничего не сказали своей маме. Ну, по поводу удивления. Я думаю, что, опять же, отказывая своей маме в туши, вы объясняете это в гигиене. Я думаю, что это не так. Я думаю, что дело не в гигиене, честно говоря. Я думаю, что дело в другом. Думаю, что дело в том, что вы не хотели своей маме отдавать тушь. Ну, давно давать ей тушь хотели. Там еще это ваша тушь, там еще это ваша косметика и так далее. Но ей вы об этом не сказали. Вот. Для нее для своей мамы вы придумали оправдание. И здесь, опять же, мы, мы, мы делаем с тем, что вы не очень хорошо обращайтесь. Ну, со своими числами. Вот. Понимаете, да? Вы не очень хорошо обращаетесь на меня. и истеричность ваша, ну, ваша истеричность, она возникает именно в силу вот этих вот моментов. понимаете, да? То есть, если бы, если бы, если бы вы относились бы к себе, если бы вы относились бы к своим чувствам более, ну, более чутко, скажем, что ли, что у вас не было бы такого, что касается чувства вины, здесь ситуация следующая. она двухсторонняя, эта ситуация связана с виной, в которых, в честь вины, появляется всегда, когда человек нарушает наши границы лично. если мы чувствуем себя виноватыми, значит, наши границы нарушены где-то были, где-то, кем-то, как-то были нарушены. Чувство вины – это идентификатор. Да? Второе. Если вам кто-то наступит на ногу, ну, вот, какой-нибудь человек, да? не очень хороший, наступит вам на ногу. Как вы на это отреагиваете? Что вы ему скажете? Вряд ли вы его похвалите за это. Вряд ли вы сказали ему, что спасибо, что ты именно, ну, что ты наступил на ногу, да, и так-то, и так-то, и так-дало. Ну, вряд ли. Скорее всего, вы будете недовольны и вправляете к человеку в лост, в лост какого-то. Да? Вот. Вот. Самую сторону, увязливаем, но быть довольно сложно, довольно сложно. Быть вечно. Да? Вот. Вы чувствуете, вы чувствуете, вы чувствуете, в лост. теперь, представьте себе, что это злость, вы никак не можете выразить. Никак. Вы, ну, боитесь ее выражать, например. Вы, ну, не привыкли ее выражать, например. Еще что-то. То есть, ну, грубо говоря, что-то блокирует. Да, вот, ну, просто вот, что-то блокирует. Что-то блокирует выражение вашей лосты. Ну, она, что? Куда-то уйдет. Я милю тут волшеб. Да. Она будет с вами. Никуда, она никуда не денется. Она будет с вами. Правда? Вот. и не имея возможности выразиться адресата, она будет обращена на более удобного на более удобного цель. То есть, на вас. Понимаете? Какая штука. И вот вы уже вините себя. Не замещая этого, но вы уже вините себя. Не замещая этого, но вы уже обвиняете себя. именно словами. Присваиваете, как бы. Присваиваете. Себе то, на что изначально как бы принадлежать не для вас. Ну, например. нет. Допустим. А, для вашей мамы. Понимаете? Какая штука. не для вас. И вот так это примерно и происходит. Поэтому вам нужно в какой-то степени признать, признать. А, в какой-то степени дальше заметить, что чего-то для мамы вы делать не хотите. Что что-то вас не устраивает. Что что-то вам не нравится. Что что-то вы не приемлете. Вообще. И учиться маме об этом говорить. она будет обижаться. Правда она будет обижаться. Но если вы будете говорить о своих э чувствах более корректно, чем вы это делаете сейчас. например. Что обиды ваш знала такими разрушающими быть приятными. Они не будут такими. Они будут легче переселаться. будут легче вами переселаться. Они будут легче вами восприниматься. Понимаете? Сейчас вам конечно что потому что вы о своих чеках не говорит. на мамины чувствы реагируют болезненно. Ребята обвиняют. И так далее. Следующий момент на который хочется обратить ваше внимание. Это заключается в следующем. вопрос почему вы живет со своей мамой? Если вы взрослый самостоятельный человек почему вы живет со своей мамой? Нет конечно вы можете вы можете это объяснить. Дело здесь мне объяснение Сделать в то, чтобы вы увидели, что то, что происходит, во многом связано с тем, что вы взрослые, что это происходит, во многом связано с тем, что вы потихонечку подозреваете для того, чтобы жить. Ладно? Это нормально? Понимаете? Но если вы игнорируете данный момент, если вы не замечаете данных аспектов, то, конечно же, будут проблемы. И начненько. На мой взгляд, сейчас вы столкнулись с тем, что становится взрослым. И, на мой взгляд, вы столкнулись с тем, что ваша мама по вашим ощущениям сейчас вас ограничивают. Это не хорошо и не плохо. То, что происходит. Это естественный процесс. Это нормальный процесс. Но пока вы этот процесс стараетесь зажать, пока вы стараетесь этот процесс не замечать, ситуация не будет для вас. Вы правило. Я прекрасно понимаю, что вам больно. тяжело и трудно. Я прекрасно это понимаю. Правда. Правда я это понимаю. Но, как мне кажется, как мне думаешь, как мне видеться, конкретно конкретно сейчас, прямо с этим вряд ли можно что-то сделать. с вашей мамой. Вряд ли можно вашу маму изменить. сначала. Ну, мне кажется, что не особо эту иную ее менять. Нам нужно больше внимания отделять себя. в этом смысле психолог может вам помочь. Но только если вы этого хотите. в этом направлении надо с собой работать. В этом направлении надо с собой работать. понимаете, да? На этом все. Пожалуйста. я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вам это было интересно. я буду вам благодарен за обратную связь. по моему ответу это позволит вам начать на с собой работу. все. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Я верю в то, что можно вашу ситуацию скорректировать. Я верю в то, ее можно изменить. Вот. Так как ну так как хочется вам так можно изменить. вам было хорошо. Чтобы вы были счастливы. Но конечно для этого потребуется некоторая сила. И весь вопрос заключается в том, готовы ли вы к этим усилиям или нет? Всего вам самого доброго. Обращайтесь за помощью. Не затягивайте. И все вам будет хорошо. хорошо. Продолжение следует...